Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, публицист, журналист и депутат Сейма. В одном лице Николай Кабанов у нас сегодня в студии. Добрый вечер, с Новым годом. Добрый вечер, с Новым годом. Пользуясь случаем, хочу поздравить уважаемых слушателей Радиоболтком с наступлением високосного года и пожелать им выдержки, терпения и удачи, поскольку объективные условия, к сожалению, не складываются в нашу пользу. Вот об этих объективных условиях мы сейчас поговорим, хотя у меня создается такое ощущение, что высокосный год был в прошлом году, судя по тому, насколько он был насыщен разными событиями. Что ты, может быть, для себя отметил, не знаю, как политик, как публицист? Я думаю, что все, наверное, заметили, как изменилась политическая среда в государстве, изменилась она отнюдь не в лучшую сторону. Мы имеем тандем националистического президента и националистического премьера, имеем во главе правящую коалицию, которая состоит из правых партий, работающих на карман олигархов, на карман, скажем так, крупных денежных мешков и занимающихся ассимиляцией неалатышского населения. Вот такой коктейль получается. Да, очень неприятно. Я считаю, что впервые за, наверное, лет 20 мы имеем столь негативный контекст. Ну вот с момента, наверное, премьера Краста мы имеем такое действительно националистическое руководство в нашем государстве. То есть фактически те, кто считает или называет себя либералами для развития за, таковыми они по факту не являются. Ну, конечно. Мы все видели, каким либералом является господин Пуца, как он «либерально» разошелся с самоуправлением, избранным всеми рижанами. Я рижанин в пятом поколении. Для меня проблема нашего города очень болезненная. Я понимаю, что есть очень много претензий к мэрии, и у меня они тоже имеются. Но, тем не менее, то, что сделал Пуца, то, как повела себя коалиция при голосовании, это, конечно, было изнасилование демократии, и мы сейчас пожинаем плоды этого. И вся первая половина 2020 года пройдет в пустых совершенно дебатах по поводу сроков полномочий Рижской думы, потом распуска избрания нового самоуправления уже на пять лет. Ну и в результате мы получим еще полгода бездействия столичной мэрии. В прошлом году мэрия по факту не работала, поскольку ее задергали всеми этими политическими претензиями и так далее. Да, и в результате мы не имеем нормального управления в городе. Да. Такая вот ситуация. Я так помню, что вообще, в принципе, на моей памяти это не было такого, чтобы так вот игрались с комиссиями, когда комиссия не поддерживает законопроект, он все равно появляется на пленарном заседании. Что-то немыслимое вообще происходит. Кто-то даже сказал, что когда там Щелла все время обвиняли в авторитаризме, так он, видимо, оплод демократии по сравнению с тем, что сейчас происходит. Ну, конечно. Давайте посмотрим, кто у нас в парламенте занимается правовыми вопросами. В первую очередь это юридическая комиссия. Да. Кто руководит юридической комиссией? Председатель партии, представитель фракции новой консервативной партии Юта Стрики. Да. Человек, который показал свою, так сказать, правовую революционную законность еще во времена работы в Бюро по борьбе с коррупцией. И человек, который, в принципе, является таким, ну, ходячим скандалом. Вот такая дама у нас работает. В принципе, весь стиль работы парламента в 2019 году, это был такой шок и трепет. То есть методика работы такая, что мы наскоро что-то принимаем, потом продавливаем это, плевать на все юридические формальности, на все процедуры. Нас это не интересует. У нас есть большинство. Мы всех душим, давим и едем вперед, как каток. Но тут есть одно такое небольшое но. Все-таки у господина Левита, ну, как бы мы к нему не относились, да, у него существуют свои резоны. У него существует своя какая-то внутренняя, наверное, повестка дня. И ему не совсем, видимо, нравится тот темп или то направление, которое взяли эти ребята в парламенте. Поэтому он отклонил вот последний закон о сроках полномочий Думы и, в принципе, так вот показал черную метку этим людям. Ему невыгодно усиление этой бригады новой консервативной партии, потому что, видимо, там слишком торчат ослиные уши спонсоров. И очень вероятно, что это все может привести к большому скандалу, к дискредитации Латвии международной. И поэтому Левит немножко так притормаживает сейчас это все. Да, хорошо. А может вообще сложиться такая ситуация, что, несмотря на то, что законы фактически, ну, пытаются писать под распуск Рижской Думы, что в результате этих внеочередных выборах вот эти вот, ну, правая коалиция не получит большинство Рижской Думы. Ведь может быть такая ситуация. Конечно, может быть такая ситуация. Может быть, есть ситуация обратная. С Ригой вообще все непонятно. Мы прекрасно понимаем, что фактор этнического голосования в нашей стране никто не отменял. Но если мы посмотрим на именно этническое соотношение в Риге, то оно практически 50 на 50. И здесь мы заметим, что в Риге имеется очень большой такой промежуточный слой. Смешанные семьи, люди, скажем так, не латыши и не русские, да, граждане Европейского Союза. Поэтому здесь очень возможны различные смешанные комбинации. Сейчас трудно предусмотреть итоги выборов, но мне кажется, что именно та дельта по времени, которая образовалась из-за откладывания Левитом вот этого закона о сроках полномочий Рижской Думы, новой, а ее будут использовать все участники политического процесса для того, чтобы сгруппировать силы, накопить финансы. Как вы знаете, что сейчас государственное финансирование политических партий началось с 2020 года. Уже новое. Да, деньги поступят на счета, они будут освоены, начнется кампания. И, видимо, где-то к весне уже сформируются такие определенные предвыборные блоки. Ну, со своей стороны, я могу предсказать, что в согласии будут, видимо, участвовать не только нынешние депутаты Рижской Думы, но и нынешние бывшие депутаты парламента. Вот, я думаю, что представительство прекрасного пола будет достаточно сильным. Я думаю, что женщины будут... То есть, список будет такой довольно сбалансирован. Женщины будут в первых строчках. И считаю, что мы преподнесем такие приятные сюрпризы и избирателям, и неприятные сюрпризы правящей коалиции. Ну, что ж, поживем, увидим. Вот еще такая вот, может быть, метка прошлого года или знак прошлого года. Очень много говорилось о прошлом, об истории, не только в Латвии. Ну, вот, в частности, мешки КГБ, я так понимаю, что определенные силы возлагали на эти мешки большие надежды, что вот они будут опубликованы, будет какой-то взрыв невероятный, общественное порицание. Потом мы наблюдали в течение года, как в общественном СМИ это все именовалось самоиллюстрация, где вот те, кто оказались в картотеке, там, представители интеллигенции говорили, ну, знаете, ну, мы не знали, мы не понимали, а если понимали, то боялись. Поэтому мы согласились, ну, писали, конечно, доносы, ну, так понемножку, понемножку, ничего особо не рассказывали. Вот примерно так вот, как ты все это оцениваешь, может быть, как человек, который вот интересуется историей давно и профессионально. Я могу сказать, что в прошлом году мне довелось поработать со своей личной такой записью в учетной книге «Дельта». Есть такая база данных «Дельта», ее формировал Комитет госбезопасности на компьютерах. Эти первые компьютеры, они находились на улице Персес в Госплане Латвийской ССР. Там был целый этаж, где ЭВМ вот эти вот с магнитными большими пленками были. Это там, где донесения были. Да, и там была вот эта большая база, и я обратился в архив в Риге на улице Сканду. Это бывший завод радиотехника, там один из цехов превращен в архив. И там вот есть такой специальный сектор, где документы бывшего КГБ. И мне была выдана вот эта распечатка по мне лично. Как КГБ в конце 80-х годов отслеживал и оценивал деятельность молодежи. Я скажу так, что это, конечно, безумно смешно читать. Сегодня? Да, но тогда нам было не смешно. Я скажу так, что я не испытываю по отношению к этому никаких серьезных эмоций. Я вообще смотрю, как будто бы это были действительно другие люди. Я эмоционально могу понять современных каких-то властителей умов, каких-то интеллигентов, которые сейчас им предложены документы о том сотрудничестве, которое они вели, будучи студентами или еще кем-то. Ну, что я могу сказать? Это долг и обязанность гражданина каждого государства сотрудничать с службами своего государства. А вот если он сотрудничает со службами другого государства, то это порицается и наказывается в уголовном порядке. Ну, то есть, фактически в такие были времена? Конечно. Если продолжать эту тему истории массовой вагонии подлива президента России в отношениях, видимо, с Польшей, когда он попытался напомнить предвоенные события, и мы видим, какую-то реакцию Польша вызвала, и еще, я так понимаю, реакция последует. Вот на твой взгляд, какие можно выводы сделать из этой начавшейся политико-дипломатической и исторической дискуссии, к чему это приведет, какова цель была того же президента России? Я могу сказать, что большую благодарность выражаю Владимиру Путину как человек, занимающийся историей, тем, что он актуализировал предвоенные годы, опять же, наш регион, и мы за это большое спасибо будем работать в этой теме, поскольку в Латвии хранится большое количество документов, касающихся дипломатических событий в Варшаве, в Берлине, в других европейских столицах в 1938-1939 годах. И я, как человек, занимающийся историей, буду продолжать копать в кавычках в этом направлении. В прошлом году я подготовил интересный материал из архивов музея оккупации. Мало кто знает, что в этом замечательном здании, находящемся в бывшем посольстве США, есть не только демонстрируемая часть на стендах, но там также есть архив. Которого публично не выкладывается. И в этом архиве есть фонд бывшего начальника военной разведки Латвии, так называемого информационного отдела главного штаба, Григория Кикулса. И Григорий Кикулс был военном атташе Латвии в Польше в 1939 году. Такое совпадение. И он уезжал из Варшавы буквально под бомбежкой в сентябре 1939 года. И мне удалось изучить его переписку с официальной Ригой, его фотографии. И я сделал публикацию, которая в новом году выйдет в московском журнале российских и восточноевропейских исторических исследований. То есть, в принципе, сейчас мы даже не будем раскрывать, подождем такую интригу. А вот нет такого ощущения, что президент России, нельзя сказать, наступил на больную мозоль, но попытался расширить это обсуждение довоенных событий, поскольку в Восточной Европе, видимо, в Западной принята какая концепция? Во всем виновата нацистская Германия и Советский Союз, который был чуть ли не союзником Гитлера до того момента, пока сам не стал объектом нападения. А вдруг оказывается, что если так вообще всю хронологию проследить, то у многих были рельсы в пушку. Конечно, у каждого есть свои объяснения, почему они там сотрудничали, что-то подписывали. Я думаю, что, конечно, целью Путина является не изучение исторических фактов в данном случае, а так называемая историческая политика, то есть аргументация, исходящая из исторических фактов, для современной актуальной тематики. Почему именно Польша? Дело в том, что глава американского стратегического исследовательского центра Stratfor Джордж Фридман, он как раз написал в своей книге «Следующие 10 лет», которая вышла ровно 10 лет назад, и прогнозировала события до 2020 года, что Польша будет точкой противодействия России основной. Причем он это написал до Крыма, до всяких событий на Донбассе. А что мы видим сейчас? Мы видим развертывание американских военных баз, ракет, танковых дивизий в Польше. Как это все очень замечательно получается. Видимо, в Кремле тоже читали эту книгу, ну и соответствующим образом оказывают историко-политическое давление на Варшаву. Это будет иметь какие-то далеко идущие последствия? Я думаю, что наш регион постепенно становится такой достаточно теплой, пока не скажем горячей, но тепленькой такой зоной в Европе. Что, в принципе, печально. Да, и, в общем-то, от нас тут не очень-то многое зависит. То есть, в принципе, Латвия может стремиться выстраивать хорошие отношения с Россией или плохие отношения с Россией. Но еще раз сошлюсь на Джорджа Фридмана. Главной задачей Вашингтона является не допустить союза России и Германии. Между этими двумя государствами находится Польша. И, в принципе, вот именно усилия США и усилия НАТО являются на противодействие созданию такого континентального европейского массива, евразийского, да, если хотите, с участием Германии, ну, Германии, Франции и России. В этой игре очень удачно, в кавычках, выступила Украина в 2014-2018 годах. Сейчас мы видим новый президент, Владимир Зеленский, он не хочет играть больше в эти игры. То есть, он прекрасно понимает, как этот сценарий работает, что Украина в данной ситуации является крайней. Ему не хочется. И он говорит, нет, ребята, все, теперь без нас. И они ищут новых участников вот этого, значит, своего сценария. Из Польши как раз подходят. Да, Польша и Прибалтика теперь будут на очереди. Возможно, кстати, и Беларусь, потому что вот сейчас идет визит Майка Помпео в Минск. Госэкретор США последний раз был в Беларуси, если мне не изменяет память, в декабре 91-го года. Да, такого уровня. Джеймс Бейкер, да, то есть, за 28 лет первый визит. Почему такое внимание к Лукашенко? Потому что, на самом деле, существует такая иллюзия в Америке, что если показать морковку белорусам, то они выскочат из союзного государства и как-то перекинутся на сторону Запада. Ну, пускай у них будет такая иллюзия. Да, ну вот тоже такой интересный момент. Мы можем констатировать, что дальше будем вооружаться. Одна сторона вооружается, в ответ России еще больше вооружается, в ответ НАТО еще больше вооружается. Ну, я хочу сказать, что, конечно, вооружение Латвии, да, это такой великий стратегический актив. Но давайте будем реалистами. Но мы можем потратить, там, не знаю, 5% волового продукта на вооружение, но это смешно. А выделили 174 миллиона? У нас не будет никогда ни ракет Калибр, да, ни лазерной системы Пересвет, ни ракет Авангард. Ну, зачем это все? Зачем нам пытаться изобразить из себя военную державу? На самом деле, Латвия – это просто, ну, это несколько часов движения механизированных колонн, да, то есть, в принципе, нам вооруженные силы не нужны. Потому что есть они или нет, ну, в большой игре это не играет никакой роли. Ну, да. А выделенные в бюджете Америки 174 миллиона, видимо, сами американцы и потратят, да? Ну, как всегда, в принципе, в общем-то, есть такое мнение, что наши стратегические партнеры требуют повышения военных расходов только для того, чтобы партнеры покупали их вооружение. То есть, загружали американскую промышленность. В этом отношении господин Трамп – очень хороший американский президент. То есть, он работает на поднятии своего военно-промышленного комплекса и народного хозяйства и надеется, что его переизберут. Но с этим тоже могут возникнуть проблемы. И как раз вот 2020 год, он пройдет под знаком очень большого такого противостояния за океаном. И вот этот вот конфликт разных группировок в Вашингтоне, он как раз и может привести в итоге к какой-то, ну, не дай бог, провокации, и в том числе и в Прибалтийском регионе. Да. А можно вообще констатировать, если мы говорим, возвращаясь к политическим итогам года, что происходит и такая вот, ну, под личиной, там, не знаю, бескомпромиссной законности, чего там только нет, что господин Борденс проповедует, происходит такая вот, ну, повторная приватизация, она не совсем верное слово, но вот экономический передел. Мы видим, как вот порты принимают, я так понимаю, еще разные есть бизнес-проекты. Ну, уже в СМИ прозвучала тема Скутского газового терминала, и в этой связи было названо имя почетного консула Латвии в Соединенных Штатах господина Рагаушеса, американского ЛТШ, который является спонсором новой консервативной партии. Для тех, кто не следит за процессами, я напомню, речь идет о том, чтобы выстроить в нескольких километрах от Салкрасты в море терминал по приему жиженного газа. Для этого нужно будет построить также завод по разжижению газа и линию электропередач прорубить через домовладение, через эти дачные поселки, которые там расположены. Ну, даже трудно вообразить, какой это может вызвать эффект среди населения, среди владельцев, какой это будет имя экологический урон. Так что я думаю, что новая консервативная партия поставила перед собой такую задачу, с которой она, в принципе, может и вылететь из правительства по-хорошему. Я думаю, да, что нынешнее правительство отнюдь не так устойчиво, как оно себе пытается представить. Там есть очень слабый элемент, это партия, кому принадлежит государство, КПВ, ЛВ. Вот символом краха этой партии послужил, наверное, пожар в квартире ее лидера Артуса Каймиша. Да, символизм в этом месте. Погорелец явился в Сейм на последнее заседание. В общем, героический, конечно, человек, действительно, весь замотанный бинтами, пришел, как человеку ему очень сочувствую. Но в политическом плане партия, к сожалению, она не сыграла той роли, на которую ее сподвигли избиратели. То есть, в 2018 году люди выбирали чистых, незапятнанных политиков, которые обещали разобраться с продажной коррумпированной власти. И что мы видим сейчас? То есть, они набрали себе должностишек, сидят спокойненько, дышат две дырочки и просто голосуют за то, что предлагают другие... Ну, еще во всяких склоках участвуют в перерыве. И что здесь интересно? Давайте сейчас распустим 13-й Сейм. И что мы получим в итоге? Мы получим очередное издание той же самой КПВЛВ. Очень интересная тенденция. На каждых выборах, если мы отмотаем пленку, латышский электорат регулярно выбирает одну партию так называемых спасителей Отечества, которая через несколько месяцев регулярно рассыпается. Возьмем, была такая партия Единства, Каулса распалась, партия Зигериста распалась, партия Саймнекс тоже самая, партия Реформ Затлерса распалась. Да, Судороба, регионы. То есть, каждую каденцию одна партия появляется, через несколько месяцев все, фракции нет, все разбежались и так далее. Сколько лет можно наступать на одни и те же грабли? Удивительная история. Еще удивительная история о том, как люди голосуют из этой обоймы, выбирая какую-то партию. Без разницы, за какую. Они потом вместе объединяются, создают коалицию, где уже одну от другой партии не отличить. Об этом тоже поговорим после перерыва. Буквально пару минут рекламы. Не переключайтесь. Да, добрый вечер. Еще раз мы как раз говорили об особенностях голосования избирателей. А действительно, сколько раз можно наступать на одни и те же грабли? И действительно, исходя из того, что и ты сказал, создается ощущение, что бесполезное лекарство такое, как распуск парламента. Ну и что? Никакие другие новые у нас силы вряд ли появятся, потому что партия может участвовать в выборах только если она хотя бы за год создалась. Ну, я думаю, что как вариант распуска, это усиление тех партий, которые, тем не менее, имеют определенную, ну, наверное, идеологическую составляющую. Здесь можно, с одной стороны, с одного полюса взять националистов, таких как национальное объединение, Весу Латвия, да, и с другой стороны, допустим, социал-демократическое согласие. То есть, ну, вот, как два полюса, в принципе, представляющие какую-то концепцию видения государства. Потому что, когда я общаюсь с коллегами, вот у меня порой возникает впечатление, что они вообще совершенно не занимаются осмыслением некоторых дел, которые свыше нажимания кнопок. То есть, вот мы нажали кнопки, все, мы одели пальто, ушли. Анализа никакого, да? Нет, мы не думаем, зачем мы это все делаем. То есть, ну, максимум, максимум, это какие-то комбинации внутри парламента, как мы там какую-то комиссию, там, захватим власть, там, если скинем председателя, своего проведем и так далее. То есть, ну, буквально считанные люди занимаются осмыслением ситуации в Латвии и где-то шире берут. И вот, как ни странно, как ни странно, вот, Ревис Дзинтерс, он же написал книжку о Латвии, да, о своем видении. И Иоанн Сурбанович, вот, только что вышла его книга, тоже сборник его статей и текстов. Вот, два понятия, да, два таких видения. Но, что он написал Каменьш, я не знаю, то есть, он сделал цикл своих передач, Суни Буду, да, то есть, ну, нету видения, вот это нету стратегии никакой, по-моему. Да, вот это самое печальное. И вот у меня еще тоже такая камольная мысль закралась, что когда, это в 18-м году, в ноябре как раз, вот, пришел новый парламент, 13-й, в который тебя тоже избрали, очень много было восторгов по поводу того, ой, сколько много новых депутатов, там, 60 новых депутатов из 100. На самом деле, там не все были новые просто, кто-то пропустил какие-то созывы, да. Но теперь, глядя вот на то, что происходит в парламенте, мне создается такое ощущение, а, может быть, не надо вот этих новых, которые совершенно не уважают ни процедуру, ни даже Конституцию, и идут с таким революционным самосознанием. Может быть, как раз вот эти такие вот перемены радикальные в составе парламента и не нужны? Они вредны, может быть? Ну, я скажу так, что, в принципе, конечно, парламент отражает то общество, которое у нас есть. Мне интересно наблюдать ребятам в возрасте 30-40 лет, которые зашли сейчас, и тот азарт, с которым они действуют. Но чего не отнимешь у новой консервативной партии и у ее партнеров, то, что у них есть азарт, у них есть кураж, да, вот эта энергия. Еще пока да. Но вот немножечко голову включать надо, да, зачем мы это все делаем и какие будут последствия. Вот этого, по-моему, им не достает. Но, с другой стороны, я не согласился бы с некоторыми авторитетными политиками, которые называют всех их отморозками и так далее. Ну, нам тоже надо быть тогда энергичными и понимать, что, так сказать, конкуренция растет, и вот выросло это новое поколение политиков, сформировавшихся уже полностью в независимой Латвии, которые не стеснены никакими политкорректными там нюансами, типа того, что было в советское время, в постсоветское. Ну, это полностью новые люди, да, и вот у них видение той толпы, которая голосует за них, поэтому тут нечего удивляться. Да. Говоря вот об итогах, может быть, внешней политики, как раз вот глава МИДЛАТВИИ Г.П. Ринкевич уже, видимо, готовится к внешнеполитическим дебатам ежегодным, которые всеми проходят, подготовил отчет. Ну, там понятно, что чаще всего упоминается одна страна, тут гадалки не ходи, это Россия. Ну, это что? Это фактически просто такие дежурные фразы и выполнение чьих-то заданий, и как ты все это оцениваешь? Я отчет видел, да, но так как он находится сейчас пока под эмбарго конфиденциальности, я не буду комментировать то, что там написано. Мы скоро это действительно узнаем и прочитаем все. Иран будет реагировать, безусловно, на убийство. Убийство руководителя своих вооруженных формирований, генерала Сулеймани. Так что завязывается очень быстро, завязывается узел конфликта, реагируют мировые рынки, реагируют цены на нефть. И все это скажется, конечно, и на экономике, в том числе и на экономике Латвии. Да, вот интересно, если мы говорим в том числе и об экономике, это все взаимосвязано, экономика, политика. Вот твой прогноз, что в этом году будет происходить, потому что целый ряд экспертов нас, естественно, успокаивают. Говорят о том, что кризиса не будет, по крайней мере, такого, как было в 2008-2009, не будет такого кризиса. Все будет спокойно. Ну, правда, Еврофонд у нас заканчивается. Будет так спокойно, как на кладбище. На самом деле, ситуация в Латвии, она четко совершенно характеризуется как стагнация, поскольку рост в пределах 2% это статистическая погрешность. Можно считать, что роста нет. Инфляция, она полностью, так сказать, покрывает тот рост, который у нас есть. В Латвии громадная продуктовая инфляция. Любой человек, который заходил в магазин перед праздником и видит, у него глаза на лоб лезли просто. То есть, когда я стоял в очереди, допустим, на кассу, я видел, что у людей выскакивает 100 евро, допустим, за корзинку. Ситуация заключается в том, что те налоговые льготы, которые были введены для местных производителей сельхозпродукции, они абсолютно не сработали. Мы видим рост цен на овощи 50-100%, извините, на хлеб рост цен, на мясные продукты. То есть, дорожает буквально все. Вот недавно был интересный обзор в журнале «Денос Бизнес», который тоже, кстати, раньше был газетой, а в прошлом году, так сказать, его закрыли, перестал он быть газетой, стал журналом. Журналом, еженедельником. Да, и там, кстати, было написано, что две позиции подешевали – кофе и оливковое масло. Все? Да, все. Все остальное дорожает. Естественно, это все сказывается на кошельках населения. Дальше берем цены на топливо. Ну, господин Левит, когда выступал со своими новогодними сказками, он был бы сказать, ребята, а вот с завтрашнего дня у нас на 10% вырастет цена на топливо. И, соответственно, подрастут цены все на перевозку, на все товары совершенно. А он рассказывал о том, что у каждого должна быть мечта. О светлом будущем. Да, господин Левит, кстати, в своей речи, там такой интересный момент был, все они, и Левит, и Каренш, они говорили о том, что Латвия – это развитое, процветающее государство. Но Левит при этом сказал, что нужно свои траты делать разумно, и что нечего тут шоковать особенно. То есть, в общем-то, нужно… Плесок-то надо затянуть. Вот-вот-вот. Да, работать побольше, получать поменьше. Вот это вот к чему нас готовят сейчас. Да, вот интересно, хорошо, что вы упомянули эти новогодние выступления. Всегда, наверное, они вызывают, особенно в выступлении премьер-министра, в Латвии всегда вызывают такое недоумение, такое ощущение, что… Понятно, что эта речь пишется заранее, но такое ощущение, что вот наши премьер-министры – это не то, как они относятся, и предыдущие тоже не понимают, когда они выступают. Я знаю, что речь идет о 31 декабря, буквально за 15 минут до Нового года, когда уже нолито, если так можно сказать, многие уже приняли, и они начинают читать такой доклад буквально по Литбюро ЦК КПСС. Я бы Кареншу поставил за выступление тройку по десятибальной системе. Да. А Левит, я думаю, что твердую шестерку получил по десятибальной системе. У Левита была такая речуга в духе такого доброго дядюшки, такого Деда Мороза. Вот он пиджак снял, вот он такой там, с думы о народе, так… Осталось еще художественно разложены предметы на столе. Я говорю, что бокала вина только недопитого не хватало. Но я говорю, что Левит, он выступил довольно с эмпатией, то есть вот прочувствовано. Конечно, с точки зрения содержания, я уже отметил, что было много пустых таких моментов, но то, что Каренш абсолютно мимо выступил, ну так все же говорили, что это человек, который приехал из Америки, то есть прислали нам такого вот… Да, потому что говорит новогоднюю ночь, что я зажимал банки и буду зажимать, ну условно говоря, я там воевал с этим финансовым сектором, и мы все это продолжим. Я говорю, что сейчас о банках, то есть наши друзья за океаном меня наводят на такую… Партнеры. Да, партнеры, да, стратегические, на такую очень неприятную мысль, неприятное подозрение. Если они вот так вот легко вводят санкции против латвийского порта, да, если они буквально вот так вот ни с того ни с сего бомбят освобожденную ими же страну, то что им мешает, допустим, объявить системообразующий банк Латвии каким-то плохим, может быть там отмывочным каким-то и так далее. Вот они объявят у себя в Вашингтоне один из двух непринадлежащих американцам системообразующих банков плохим. И что тогда будет с нашей экономикой, с нашей социальной сферой? То есть, на самом деле, очень сложно все. А впереди, между прочим, американские выборы. Да, зато мы в прошлом году под занавес года узнали, что можно сделать с одним человеком, гражданином Латвии, если вдруг он оказывается в санкционном списке. Притом, самое интересное, я там такую все время аналогию, может, провожу, что если человека посадили, это, конечно, неприятно, но, в принципе, оттуда есть шанс выйти. А вот как выйти из американских санкций, никто еще не знает. Ну, я думаю, что господин Лемберг может потом написать такую книгу «Как я жил на одну пенсию». Вот это, знаете, есть такие опыты журналистов, как прожить там типа на один евро в день. Ну, вот, но сейчас вот ему будут засылать на счет какие-то копейки, которые ему полагаются, и причем еще будут в банке решать, что он может тратить там на себя, что нет. Вот, также удивительно, конечно, попали под раздачу его родственники. Вот, тоже это, знаете, как-то семья врагов народа в советское время была такое, в сталинские годы. Вот, то есть, тоже совершенно замечательно. Ну, я хочу быть правильно понят, я не имею каких-то определенных теплых чувств, там, господину Лембергу, который, конечно, ураганил в 90-е годы, дай бог каждому, да, и жил очень хорошо. А вопрос только в том, что избирательная юстиция, понимаете, вот это не очень приятно. То есть, вот когда закон под отдельно взятого человека, и вдруг откуда ни возьмись. Вот, это очень интересно, потому что очень много жителей Латвии, в том числе тех, кто не относится к представителям государства образующей нации, ВАЛС-нация, в свое время господин Левец такой термин продвигал, да. Так вот, вот, не латышская часть общества очень надеялась на Конституционный суд, и если в первый раз Конституционный суд не удовлетворил этот иск по поводу государственных школ, ну, или муниципальных, то уже все предполагали, и мне говорили, слушай, ну, частные школы и колледжи, конечно, Конституционный суд, что защитит, там же нет языкового вопроса, там же бизнес. Слушайте, наш Конституционный суд, он какой надо, Конституционный суд, вот, когда нужно было коалиции два мандата вернуть, они быстренько на счет раз сделали, и вернули сейчас Юроша, и Закатистова, да, а вот на счет школ, вы извините, это совершенно из другой оперы, а вот вы возьмите вот литстаутеши, вот вам, пожалуйста, утешительный приз, вы теперь литстаутеши и кушайте с маслицем. Вот что вам, так сказать, от нашей власти. Ну, и Конституционный суд ввел такую новую формулировку очень интересную, что, да, дискриминация есть, Конституционный, вы знаете, ну, историческая справедливость даже важнее, правильно? Да, я хочу сказать, что Новый год, конечно, в парламенте начнется с запросов, и я вот лично собираюсь подготовить обращение к госпоже Шуплинской, пускай она расскажет, как школьники национальных меньшинств закончили вот первое полугодие по, уже обучаясь на латышеском языке. Вот у меня сын ходит в седьмой класс, да, я наблюдаю, как семиклассники начали обучаться предметом только на латышеском языке. Ну, это действительно, это авария, если это не катастрофа, да. Вот я хочу, чтобы госпожа Шуплинская ответила по всем школам, дала статистику, как в этом полугодии и что было год назад. И пускай вот эту динамику она общество продемонстрирует. Это раз. Второе. Уже в первом пленарном заседании будет наш оппозиционный вопрос, запрос премьер-министру Кареншу относительно медицины. Все-таки я считаю, что несмотря на то, что бюджет принят, необходимо, ну, рассказать, каким образом правительство собирается выходить из ситуации с оплатой труда медиков. Да, то есть, они же нарушили свои собственные законы. Вот пускай господин Каренш, который нам хорошо рассказывал о том, что мы живем в современном западном государстве, ответит на эти вопросы. Да, это очень хорошо. Мне единственное, только я все время ожидал, когда господин Каренш выступал вот со своей новогодней речью. Вот он так долго, много рассказывал об этих всех проблемах, которые правительство так удачно решает. О медиках не сказал ни слова. Я уже думаю, интересно. А о распуске и думал, что ты скажешь, чтобы довершить удар. А вот про пациентские взносы, то, что до 2 евро подняли, он тоже, кажется, не сказал. Не сказал. Ну, он сказал, что у нас же очень сейчас благополучное государство, подумаешь, 2 евро. Для премьерской зарплаты это же мелочь. Ну, вот опять же, я говорю, что если бы наши руководители рассказывали бы нам список тех дополнительных трат, которые мы будем нести, начиная с повышения цен на письма в Латвия Спас. А письма, на самом деле, это же вся официальная переписка. Каждый человек ведет постоянно. Ну, ему нужно посылать письма. В суд, еще какие-то. В общем, вот это, да. Дальше. Пишите письма. Медицина. Медицина, да. Заправить машину, в магазин сходить. И так далее. То, что касается пособия безработицы. Вот. 9 месяцев стало 8 месяцев. Теперь, значит, 4 месяца перед статусом безработного не учитываются твои социальные взносы. То есть, ну, замечательно все совершенно, по-моему. Да. И самое интересное, при этом правительство гордо говорит, что мы там фактически не повысили налоги. Но какая разница, повысили вы или и другим способом отобрали деньги, если в результате все дорожает. Даже вот повышение акциза на топливо, мы же понимаем, что по цепочке все товары, услуги, все подорожает. Вы знаете, на самом деле, мне кажется, что здесь абсолютно неразумное вообще видение ситуации. Ну, люди просто сократят это потребление. Они станут меньше ездить на машинах, да, и в результате… То есть, такого эффекта не будет дополнительного средства в бюджете. Я убежден, что дополнительного потребления не возникнет. Просто люди будут меньше потреблять, и все, снизится, начнется такая экономия на спичках. А ведь посмотрите, как было бы хорошо, если бы, допустим, жители Риги поехали бы, допустим, в ту же самую Юрмалу на машине, посетили бы, допустим, кафе семейное, еще там аквапарк и так далее. То есть, увеличилась бы мобильность населения. В Латвии цены на топливо, они самые высокие в Прибалтике сейчас. Да, и просто удивительно, как в Литве и в Эстонии, которые имеют те же самые геополитические, допустим, проблемы. У них, кстати, уже минимальная заработная плата значительно выше, как мы знаем, 555 уже. Ну, так стоит ли удивляться, потому что во всей северной Латвии, видзами, постепенно начинают люди откачевывать в Эстонию. То есть, прописаны они, зарегистрированы они, допустим, в этих всех краях, а работают уже в Эстонии на тех же самых лесопереработках. То есть, ездят каким-то образом через границу и получаются тысячу евро на руки. Можно ли вообще, если мы говорим о каких-то позитивных моментах, в следующем году ожидать, ну, не знаю, такое было выражение в свое время, там, не знаю, смягчение вот этой международной напряженности. Может быть, изменится что-то в санкциях между Россией и Западом или этот год не станет таким поворотным в этом смысле? Для меня точкой, которой, в принципе, приковано внимание, являются американские президентские выборы. От них абсолютно все зависит. И зависит ситуация в Европе. Как вы видите, вот сейчас по санкциям Америки было прекращено строительство ноутстрима. Но поэтому, еще раз говорю, мы здесь, вот как этот шарик в игре пинбол, да, которого нажимают разные рычажки, он летает. Поэтому, конечно, есть наша зона ответственности, зона ответственности людей, которые принимают решения. Мне нужно стараться сохранять какую-то минимальную управляемость этой системы, да, но при этом, мне кажется, что нужно еще и слушать людей, нужно слушать своих избирателей, да, и не заниматься механическим исполнением чьих-то указов, чьих-то директив. Да, ну, к сожалению, это не про нас. Мы как раз части политиков очень даже легко. Есть инструкции, действуй, и не надо думать особенно, правильно? Нажимай кнопку, и все, и решай. Ну, избиратель решит на ближайших выборах. Да, при том, я так понимаю, что неочередные выборы в Рижскую Думу все равно состоятся, вопрос только в сроках. Или это будет апрель, или май, посмотрим. Николай Кабанов у нас был в студии, и большое спасибо. 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 Спасибо.